Продолжение следует... Я придерживаюсь того мнения, что если этот механизм не работает, то человеческая жизнь теряет качество человечества. Она очень близко становится к жизни социального животного, которое в своем существовании утрачивает всякий смысл. И, собственно говоря, про эти категории смысла понимания общения я сейчас и буду говорить. И мне тоже очень легко перейти к своим тезисам, потому что, в общем, мой доклад тоже состоит в некотором оппонировании другому автору. В прошлом году Александр Гигбов выпустил книгу, которая называется «Грамматика порядка. Историческая социология понятий, которые меняют нашу реальность». И в этой книге он присоединяется к другим авторам, которые говорят, что понятия – это социальные институты. И я, в общем, совершенно с этой идеей согласна. Я думаю, что да, в разных версиях понятия превращаются в социальные институты. И поскольку вот тут первым стоит личность, про нее я почти не буду, правда, говорить, но вокруг нее как бы закручивается весь сюжет в определенном смысле. И в книге Бигбова глава про личность называется так «Буржуазная личность в государстве зрелого социализма». И фактически его идея очень близка к тому, что говорил предыдущий докладчик. Его идея в том, что вот это общество всеобщей мобилизации, преодоление индивидуального в пользу коллективного, оно удерживало это государство как единое целое. Как только были сделаны уступки в пользу внимания к повседневности, к человеческим условиям жизни, к удовлетворению потребностей, если вот кто-то помнит во всех решениях партии после 21-го, все время был этот пункт, что мы должны стараться удовлетворять потребности советского человека. И я думаю, что вот эта уступка, она и стала тем пунктом, который разрушил советскую страну. Но и Бигбов, собственно, для своего материала, он пользуется документами центральными в первую очередь и в основном обсуждают уже институты московские, тесно связанные с Центральным комитетом партии. А моя мысль состоит в том, и она уже вчера, не позавчера тоже звучала, что на окраинах, условно говоря, империи происходили немножко другие процессы. И я хочу как раз оппонировать вот этому тезису, что произошло вот это смещение акцента с коллективного на индивидуальное. Оно, безусловно, трансформировалось и трансформировалось в контексте вообще как бы развития мировой гуманитарной мисли, мировой науки, и в Советском Союзе были места, где, в общем-то, другого типа понятия функционировали и другого типа темы разрабатывались. И я, конечно, не удержалась, и Бродского вставила в качестве эпиграфа. Я хочу предложить два таких понятия, как бы географическая периферия, и для моего доклада будут иметь значение такие города, как Фрунзе, Тарту и Иваново. Это далеко достаточно от Москвы, не очень входит в сферу интересов центральной власти, и не очень там подконтрольно. И это три таких центра, где довольно, ну, в общем-то, даже на мировом уровне признаны производились исследования в сфере семиотики, психолингвистики, коммуникации. И вот в Иваново там была очень сильная школа, которая занималась проблемами сознания и языка. И также я хочу ввести понятие институциональной периферии. Наряду, как бы, с такими местами, где можно было, ну, не то что скрыться, но на некоторой дистанции от контролирующих органов заниматься тем, что тебе интересно. И это близко, как бы, к тому, что Юрчак пишет. То есть нельзя сказать, что это было что-то нелегальное, это, как бы, совершенно официально существовало. Но это, как бы, никого не заботило особо. Но это была возможность людям собираться и делать что-то интересное. Где-то, начиная вот с 60-х годов, в Советском Союзе было довольно много таких сообществ, типа кружков и среди художников, и среди ученых, особенно среди философов, гуманитарных ученых. Самый знаменитый, наверное, из них, это московский методологический кружок. И не только там само ядро кружка, да, а достаточно много людей, которые там приходили, уходили, присутствовали, отсутствовали. В частности, люди, которые в том же Иваново-Тарту, здесь у Афронза, занимались этой темой. Они тоже в какие-то моменты присутствовали на заседаниях кружка и, скажем, дружили с членами кружка. Но это не единственный тоже такой пример, это просто самый знаменитый, который в итоге в настоящий момент даже как-то институционализировался. Потом как бы к такой институциональной периферии я бы отнесла некоторые, скажем, издательства, журналы. Не центральные, но вполне нормальные и достойные. Было знаменито своими публикациями в определенных кругах издательство «Радиосвязь». То есть там можно было купить, например, книжку Вячеслава Всеволодча Иванова, которую другие, может быть, издательства не брали. Книги Шрейдера, каких-то других авторов, переводы, связанные с кибернетикой и с проблемами управления. Или там журнал «Природа». Скажем, это не вопрос философии, не наука и жизнь, которая там поджизнена. Ну, такой, не такой тираж, не так известен, но там часто подались такие статьи интересные. Ну, там «Химия и жизнь», скажем так, что любопытный журнал, любимый народом. И это очень условное, конечно, деление периферий, потому что вот эта географическая периферия, она с институционально часто пересекалась. Люди проводили конференции, издавали сборники, вот у меня полная сумка этих сборников, где во фронзенских сборниках автора из Иваново, допустим, из Эстонии, я знаю, что там в Тарту есть наши люди напечатаны, в Иваново тоже наши люди печатались и так далее. То есть это такая циркуляция некоторых идей, которые происходили. И в этом смысле то, что Бигбов пишет, что в итоге, вот, я сейчас это, наверное, процитирую, когда он свой метод так описывает, он говорит, что социология, отправным горизонтом которой служит социальная, то есть коллективная, объективная реальность, позволяет исследовательски и операционально определять смысл понятия следующим образом. Смысл — это то, как данное понятие используется в коллективных контроверзах и в процессах институционализации, ни больше, ни меньше. Вне социальных взаимодействий, которые направляются теми или иными понятиями, невозможно установить какой-либо смысл. Ну, вот этим кратким вступлением о том, что на периферии это, как бы, коллективная жизнь существовала, я хочу сказать, что кроме того, как он описывает, там, как бы, приключения, понятия, допустим, личность в советской науке и в политическом дискурсе, существовали параллельные такие движения, и люди тоже, да, они институционализировали это, они общались, это была определенная форма коллективности и довольно серьезная научная работа. И в чем особенности, в чем особенности вот этих школ, ну, я буду в основном говорить про фронт, потому что у нас и тема Центральной Азии, но я хочу сказать, что церковный, как бы, обмен мыслями, он был довольно плотный. И я не хочу тоже Москву, скажем, исключать, то есть некоторые люди, которые в каком-то смысле были опальными в Москве, скажем, в какой-то момент там переставали печататься, а они печатались, например, здесь и выступали на конференциях здесь. То есть это, ну, условная такая периферия. Значит, да, я, наверное, сейчас сделаю такое еще отступление. Я поменяла название доклада своего, я слово коллектив поменяла на слово общее, потому что, ну, когда этот симпозиум задумывался и вообще там задание выдавалось, Георгий сказал, надо... Мы работаем над тем, чтобы создать словарь, словарь некоторых терминов, которые нам потом помогут извлечь все важное и нужное, что было в советском периоде. Я поэтому, как бы, включила сначала эти три понятия, но потом я подумала, что мы же эти понятия извлекаем для того, что мы сегодня собираемся делать. И не потому, что я принесла в жертву коллектив, его можно легко вернуть, но вместо коллектива я поставила понятие общего, которое разрабатывается авторами Хартом и Негри, известными, как бы, теоретиками левого движения, и которые уже упоминались у нас в аудитории. И вот их определение общего, которое в новой книге, ну, относительно новой книги «Командор» была опубликована в 2009 году. Меня в данном определении интересует то, что они рассматривают как общество те результаты социального производства, которые необходимы для социального взаимодействия и последующего производства, такие как знания, языки, коды, информацию, эффекты и так далее. И вот это определение общего, оно на самом деле, оно на самом деле фактически, я бы сказала, является методологической рамкой у тех работ, которые... Я буду говорить про фундамент. Хотя у меня будут цитаты, например, из статей Портнова, там, Шрейдера, Портнов из Иванова, Шрейдер из Масты, ну, это местный сборник, поэтому скажу, что это было во фрунзенской школе. Какие были смыслы, ой, какие были понятия, собственно, и категории разрабатывались в рамках этой школы? Это понятие языка, понятие общения, понимания. Очень много работали с понятием текста и с понятием смысла. Было очень много работ сделано по поводу смыслового анализа. И я перед симподиумом буквально взяла интервью у одного философа, замечательного, который где-то в конце 60-х, начале 70-х, был аспирантом в институте философии, писал диссертацию в рамках этих разработок под названием «Предмет общения». То есть его тема была «Предмет общения». И он, я как бы пыталась выяснить, поскольку тексты, это уже тоже Сергей Николаевич говорил, что тексты советского периода научные читать довольно сложно. За вот этой занавесью всякой терминологии марксистско-ленинской добраться до сути не очень легко, поэтому в личной беседе можно, может быть, почерпнуть больше. Кстати, что касается тех работ, которые я читала, там вот эта занавесь, она почти такая полупрозрачная, там не очень много, не надо продираться, там те эксплицитно явлены все идеи. И, собственно, вот как эти категории разрабатывались, ну, наверное, я сошлюсь на интервью, как бы это все-таки такое живое свидетельство. Вот у меня есть две цитаты из этого интервью. Вот он говорит, «Общение, коммуникация – это не только процесс обмена информацией сообщениями, а явление, которое связано с сущностью социального развития. Более того, в публикациях лидеров школы Аарона Абрамовича Брудного и Эмиль Джапарыча Шукурова подчеркивались такие аспекты, как взаимосвязь общения интеллекта, общения психологии, общения развития сознания. Еще одно ключевое понятие – это проблема понимания. Взаимопонимание людей, понимание текста, понимание знания – это же не просто обмен информацией, какой-то внешний процесс, какое-то промежуточное звено, а то, что связано и моментно с внутренней интеллектуальной жизнью, с индивидуальным развитием личности – это первое. Второе – это группа. Социальная группа или коллектив в качестве социальной структуры образуются как раз на основе каких-то принципов общения, коммуникации. В таком случае общение – это не какое-то внешнее условие, допустим, функционирование развития коллектива, а именно внутренний механизм существования социальных образований, таких, как группа, студенческая группа, коллектив, например, трудовой. И он также добавил, что, в общем-то, вот эта институциональная периферия, она сталкивалась с определенными… Ну, вот, кстати, вот тут на географической периферии вот эта как раз институциональная периферия, она была довольно хорошо интегрирована в инфраструктуру существующую, научную. То есть все люди были аспиранты с официальными темами, это не кружковая работа, они защищались, конференции проводились на базе всех институций. Поэтому, в отличие, скажем, от ММК, которые семинарились и там потом друг другу передавали в расшифровке этих заседаний, здесь все было посерьезнее, и приходилось не как бы выдерживать еще борьбу. И у Бигбова тоже про это много сказано. То есть внутри советской науки довольно много шло внутренних разных, там Сергей тоже про это говорил, дискуссий, процессов. И вот мой информант, респондент, он тоже говорит, что у них такая борьба велась. И, так он мягко говорит, было некоторое негативное отношение к проблеме понимания. Поскольку базировалось это всего институт философии, то, в общем, это было важно. Это было важно, потому что важно было сохранить возможность людям защищаться, писать диссертации, получать зарплату и так далее. Тут было некоторое негативное отношение к проблеме понимания со стороны ортодоксальных, так скажем, философов. Многие считали, что это сугубо психологическая проблема. Но мы пытались доказать, что это не только психология, но и социальная жизнь, социальное развитие. Это сознание человека. Это, как утверждает Хайдеггер, это же дозайн, вот бытие, это способ существования дозайна. Человек понимает и, соответственно, относится к вещам, к внешнему миру. Поэтому для нас понимание было таким фундаментальным фактом человеческой жизни, социального развития. И как раз понятие общения обсуждалось в контексте этих понятий понимания, интеллекта, взаимодействия людей, социальное развитие. И, собственно, я хочу еще пару слов сказать о том контексте, в котором эти школы вообще возникли. И, безусловно, как и в европейской, скажем, науке в эти годы, если посмотреть на работы ученых из Фонза Иванова и Тарту, это галимый такой структурализм, просто вот в классическом таком развиве. И ссылки, очень много ссылок на западных авторов и на переводы, которых, кстати, было достаточно. И спасибо той же вот Черепашкине. Про радио-миссию я сказал, про Черепашку не сказала. Было еще чудесно конституциональная периферия. В Академии наук уступ в Востоковедении издавал книжки с Черепашкой. Там были переводы Мефестроса, Тернера, многих других авторов, которые... У вас, в Антрополу... А, сори, сори. Пусть тут это на график, хорошо. И это тоже, как бы... Ну, это было не запрещено, это Академия наук СССР. Но и не, как бы, и не... Ну, не мейнстрим, скажем так. Но были такие научные школы, для которых это просто было счетово. Они ссылались постоянно на эти работы. И структурализм вообще, как бы, семиотика, работа, связанная с языком, и западный, и российский, все как раз понимались вот в этом ключе, про который говорил человек, который мне давал интервью. То есть, скажем, здесь даже... Вот у Аарона Брамча Бронова было даже такое некоторое увлечение очень сильной архетипами и психологией Юнга. И след остался до сих пор здесь. Я не очень это понимала, а как раз я сейчас, когда стала работать, я поняла вообще мотив и пафос. То есть, архетип в этом смысле, он рассматривался в этой группе ровно как то же самое универсальное нечто, что людям позволяет друг друга понимать. То есть, за всем этим стоит, как и за всем структурализмом, пафос вот этого универсального нечто, которое нам всем позволяет друг друга понимать, вообще делает, в принципе, возможным понимание друг друга и выстраивание вот этого общего. То есть, если у нас не будет в этом общем чего-то такого, что нас всех выравнивает, что нам позволяет вступать в коммуникацию, то это не имеет вообще никакого смысла. Это, безусловно, языковой поворот, который в европейской философии случился, то есть, он здесь отразился, и, как бы, тоже ссылок много. Это уже такая на излете, но увлечение кибернетикой и там, где коммуникация присутствует, там довольно много ссылок вообще на Винера и на других авторов. И здесь я чуть позже скажу, довольно много работ тоже было связано с моделированием. В этом смысле вот этот тренд тоже и мировой, и науки российской, он здесь нашел свое отражение. И надо сказать, что я с изумлением обнаружила, что космос тоже пользовался страшной популярностью, и там, в частности, вот есть несколько статей, как нам коммуницировать, например, с инопланетными цивилизациями. И это обсуждается вот тоже с позиции общего всего человечества, как нам сформировать такой сигнал к чему-то иному, вот не другому там, а какому-то. Как нам вообще вступить в коммуникацию, вот нам, людям. И мы, люди, рассматриваются как некоторая целостность, которая тоже вот обладает универсальными характеристиками. И в целях формирования словаря полезного я хочу, уже как бы признав влияние западной науки и того, что там происходило, я хочу указать на некоторые особенности того, как эти темы разрабатывались здесь, на территории. А вот я бы выделила несколько таких поинтов. Это первое понятие, скажем, общения versus понятие коммуникация или обмен. То есть слово обмен, даже обмен информацией, даже там обмен, то есть вообще практически. Можно сделать там контент-анализ, я думаю, для доказательств, его просто там нет. Общение воспринимается вот в том плане, что это действительно некоторая как фундаментальная вещь, что люди, которые общаются, они в этом процессе постоянно меняются, обсуждается воздействие, обсуждается то, что привносится и как это потом обратно возвращается, и разные такие вещи. Но это не коммуникация, как, вот уже опять сошлюсь на своего респондента, не коммуникация, это внешний процесс, который нужно отделить от человека и обсуждать как-то там обмен сигналами, скажем. Хотя сигналы популярны достаточно, это слово. Это я бы выделила еще такую вещь, как понимание, то есть тут тема понимания использовалась, тогда как на Западе, если мы в эту сторону смотрим, там понимание довольно редкий термин, есть там единичные буквально работы, понимание, смысл, скажем. Смысл даже, допустим, на английский слово «смысл» русское перевести-то его переводят в зависимости от контекста разными словами, там фактически идентичного термина-то не существует. И там гораздо популярнее понятие интерпретация, там довольно много работ, которые связаны с герминертикой, которые здесь, собственно, не критиковались, я сейчас скажу, почему. И вот все, что касается коллективного, и то, что это как бы в залоге социальности обсуждалось, тогда как, скажем, когда мы говорим про интерпретацию, там, скажем, или коммуникацию как обмен, это скорее некоторые сингулярности, такие единичности, которые чем-то обнимаются. Это немножко другой заход. И я потом процитирую одну статью, которая посвящена понятию социальной вводы, мне очень понравилось, то есть, не встали. Автор явно разрабатывал, но как Сергей сказал, что вводить новый термин, это мудрено, когда у тебя нет со спиной авторитета, я думаю, что оно, может быть, дальше никуда и не пошло, но такая как бы тенденция тут была, возможно, он защищался, похоже на такой кусок диссертации советской по философии, вводил понятие социальной воли. И у меня здесь есть цитаты из разных статей, и я, наверное, даже не знаю, стоит ли их... Ну, давайте я, наверное, так зачитаю, скажем, какие тут есть цитаты. «Понимание не имеет сугубо индивидуального характера, хотя на первый взгляд представляется результатом усилия отдельного человека. Оно также интерсубъективно и социально обусловлено, как и язык, с помощью которого общаются индивиды». Или, скажем, понятие текста, категория текста. «Тенденцией мышления, реализуемой, впрочем, не всегда, является объективация себя в тексте и тем самым включение результата в человеческую культуру. Тем самым проблема общения интеллекта возникает перед нами вновь, но уже на совершенно новом уровне понимания текстов и их дополнительности». Есть... Я просто тоже двоечница. У меня были заготовлены цитаты про универсальность, про универсальность, собственно говоря. То есть слово «универсальный» — это довольно как раз популярное слово. И поиск каких-то категорий, которые эту универсальность обеспечивают, то есть там то про знак говорится, то, я вот сейчас про понимание скажу, то про более сложные вещи. То есть эти процессы рассматриваются как универсальные, в принципе, доступные любому человеку. И у всего этого корпуса работ есть две такие особенности, которые я хочу вот сейчас как раз обсудить. Это характерно, собственно, не только для них, но и для всей, скажем, советской психологии на самом деле. И вот эти работы, которые, помежду это там чуть-чуть, тоже скажу, они такие носили междисциплинарный характер, но психологическое влияние там было довольно сильно. Уже, наверное, по тем цитатам, которые вы слышали, понятно, что интеллект там и все, что связано с интеллектуальной жизнью, безусловно превалируют. То есть это про эмоции, про какие-то человеческие состояния там почти не говорится. И в этом смысле, я думаю, здесь есть корреляция с тем, про что. Я думаю, что предыдущий докладчик говорил. То есть, скажем так, в дискурсивном пространстве с этим, наверное, власть, да, как бы на уровне пропаганды и каких-то других вещей работало много, но в плане как бы осмысления и рефлексии вот этих вещей этого практически, можно сказать, в советской гуманитарной науке было очень мало. Наверное, было, но вот это была конкретная периферия, даже, наверное, маргинальная какая-то сфера. И в этом смысле это как раз было место, в том числе и, например, несовпадение с герминифтическими исследованиями западными. Скажем, такая вот стата. Предпринимаемые в рамках герминифтической традиции попытки раскрыть специфику понимания привлекают такие понятия, как эмпатия, вчувствование, сопереживание, осмысление, интерпретация. Скорее, дает метафорическое описание процесса, чем раскрывает его сущность. Как противоположные герминифтическому подходу можно рассматривать весьма интересные усилия по созданию логики понимания. То есть видно, что по эмоции, эмпатии – это некоторые субъективные, какие-то такие индивидуальные вещи. Логика – это универсальная вещь, это то, с чем мы можем работать. И здесь довольно много, с чем люди в итоге работали. Они много работали с моделированием, и это тоже такая магистральная, со средствами понимания. Это такая магистральная тоже линия развития советской психологии, средствиальность. Да, я тогда, наверное, опущу цитаты. Но если кому-то интересно, я про социальную волю потом просто дам почитать в текст, который я потом напишу. Я, конечно, это все включу более детально. Я просто хочу, вот осталось пять минут, я просто хочу обсудить некоторые вещи, которые немножко ближе к тому, что в предыдущие дни говорилось. Опять-таки сошлюсь на Харте и Негре, поскольку я вот как некоторую рамочную, то есть диалогию своего исследования ее взяла. Вот такая цитата. Три наиболее значимых социальных института капиталистического общества, в которых общее проявляется в извращенной, ну я не знаю, как я так передала, в форуме, это семья, корпорация и нация. Все три мобилизуют и обеспечивают доступ к общему, но в то же время ограничивают, искажают и деформируют его. Это те социальные пространства, в которых множество должно запустить процесс отбора, отделяя полезные и порождающие формы общего от вредных и извращенных. Практически вот это удивительно, но семья там никак, ну по крайней мере, вот в тех текстах, которые я видела, она один раз возникает уже где-то на уровне 89-го года, там какие-то примеры, что понимание хорошо, там чтобы родители детей понимали, еще что-то, ну это вот просто, можно сказать, что это войне. Ну корпорация, понятное дело, там про коллектив больше пишется, чем про корпорации. Но нация, конечно, это довольно такое больное место, это пойнт, который, да, обсуждался и присутствовал. И вот этот конфликт партикулярного и универсального, который там заложен изначально, он, конечно, в этих работах есть. И довольно сложно сказать, опять-таки, с точки зрения, поскольку в такой колониальной парадигме, я даже задумалась. Вот есть такой там у меня тоже сборник, он называется «Работа там с русской литературой в кыргызской аудитории», что-то в таком роде, в общем-то, сборник преподавателей педагогического института, такие методические достаточно статьи, как там работать со студентками, женский был институт. Ну вот там есть одна статья, как межпредметные связи при изучении русской литературы в национальной аудитории. Скажем, вот я тут, наверное, зачитаю. «Советская литература, литература социалистического реализма на современном этапе есть единая многонациональная идейно-эстетическая общность. Гносеологически литература, как образная форма отображения и познания действительности, есть вид искусства, и у нее есть общие эстетические свойства закономерности, независимо от того, на каком языке она бытует и к какой национальной определенности относится. То есть пафос такой. Опять-таки там, что вот у студентов есть возможность воспринимать, понимать национальные литературы в русле единого цельного процесса устанавливать на типологические общности, именно как литературу социалистического реализма. Выявлять особенное, характерное для каждой национальной литературы. Кроме того, вот я просто стату не взяла, там есть такие пассажи по поводу того, что вот студенты, которые знают уже русский язык, и для них он, многие говорят, уже второе родное, с ними меньше проблем. Те, которые не знают, надо бы им, конечно, подтянуть русский язык, но дело даже, может быть, не в русском языке, хотя, я не знаю почему, вокруг этого вот, это довольно такой серьезный поинт, и в том числе антиколониальных каких-то изысканий. Язык какого-то межкультурного общения, он должен быть. И чем он лучше развит, тем, естественно, общение будет лучше. Мне кажется, это другое дело, что когда он оказывается там единственным, и там какой-то доминантной, может быть, очень позиции, это другой разговор. Но то, как это происходило в разных местах Советского Союза, это тоже отдельная тема. Дело даже не в языке. Тут все равно, как бы, презентация при этом русской литературы, она несколько, скажем, дистанцирована. Вот все эти заявления, что это как единая такая советская литература, они опровергаются внутри этого текста тем, что, например, там вот повесть Евдокимова «Грешница», студенты не очень понимают. Чтобы они хорошо понимали повесть Евдокимова, надо обратиться к повести Айтматова «Джамиля», и тогда они вот, какие-то события, которые там происходят в повести Евдокимова, они понимают лучше. Там довольно много таких примеров того, что национальная литература, она как бы является средством, на самом деле, для понимания русской литературы. Цель вообще всего этого – научить этих девочек преподавать русскую литературу в национальной школе, и вот, собственно, как бы русская литература здесь таким фетишем некоторым, конечно, выступает. Но я хочу просто сказать, что риторика, она все равно совершенно как бы универсальная, то есть презентуется это все равно как некоторая целостность и как некоторое универсальное единство. Ну вот, собственно говоря, вот мне вчера еще понравилось слово «универсальный субъект», Сережа, я уже забыла там, в чьей-то работе было, но я думаю, что вот эта интенция производить универсального субъекта в хорошем смысле этого слова, и в хорошем смысле слово судьи, она имела место и заслуживает нашего внимания.